Я встал на углу, переполненный самыми разными мыслями и чувствами. Ничего я не должен. Ты чё, не понял? В закутке позади Ромка переговаривался с пятиклассником. Может, тебя на счётчик поставить, а? У шлёпок майонезный. Мальчик едва не хныхал, что-то подсказывая, что-то доказывая. Но Ромка гнул свою линию, забористо бронять, а Бяша лишь изредка подгавкивал. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Всё, вали давай. Они, блядь, это тупо ракет, деньги отжимают. Это плохо. А ещё и в этом участвовать. Товарищи вышли из-за кутка. Лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки. Полароид. Смотри-ка, настоящую надпись. А так разве можно? Ого, Полароид. Он твой? Твой, да, блядь, совершенно верно. У него лох просто занимал фотографировать, а потом не отдавал, а вот пришлось силы отнимать. Так и есть, да. Ромка безразлично тряхнул чёрным чудом техники с раскладной вспышкой. Терьмой. Логика-то, блядь. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Ни хрена сего у тебя, блядь, за эти цены. Ну, говорит, нет у него велосипеда. Есть Полароид, да? Вот и расплатился фотиком. А почему я в это не верю? Почему какой-то вот показанный нам лох мог какие-то про тебя плохие вещи говорить, если ему это нахер не надо? Ты что-то мне врёшь. Подожди, они мне второй раз за сегодня за серию врут. Они первый раз мне что-то не договаривают, теперь врут. Так нельзя. А мне он, честно говоря, в хер не впился. Хотел сказать, да и мне, блядь. Потом подумал, что ебанутый. Парню было жалко, но все плохие мысли растворялись при взгляде на желанную камеру. Ой, поехал, поехал. Всё, всё. Я же его представил, как понравился бы... Герой какого-то криминального фильма. Словно мы втроём обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошёл бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель компании. Мы затеялись в темноте у спортзала, а ребята начали потирать костяшки, глядя на уходящих из раздевалки мальчиков. Кого-то отмудохать хотят, да? Наконец, бляжа отмыл пальцем кого-то из толпы. Блин, ну я не хочу таким становиться! Ромка опасно заулыбался, кинул прокуренным голосом. Стой на стрёме, и если кто из училок объявится, дай знать. Хорошо, ладно. Блин, а я... Гляди в четыре глотно! Давай, давай! Я встал на углу, переполненный самыми разными мыслями и чувствами. За кутки посади Ромка переговорился с пятиклассником. Мальчик едва не хныкал, что-то доказывая. Но Ромка гнул свою линию, заборист обороняясь, а бяжа лишь изредка подгавкивал. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали давай! Мы хоть не побили его. Товарищи вышли из-за кутка. Лампочка зарила фотоаппарат в руке Ромки. Да вы че? Ого! Полароид! Не твой? Ты тупой, Антон! Ромка безразлично отряхнул черным чудом техники с раскладной вспышкой. Терьмой! Сука! Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Ну, он говорит, нет у него велосипеда. Блин, а реально тут пацан не скажет родителям, что этот у него спер? Вот и расплатился фотиком. Ну, ты мразь, конечно, Рома. А мне он, честно говоря, и в хер не впился. Так отдай его мне! Парня было жалко, но все плохие мысли растворялись при взгляде на желанную камеру. Валки мальчиков. Кому-то они уже хотят сейчас надавать. Наконец, Бяш откнул пальцем в кого-то из толпы. Вон этот лох! Ромка опасно заулыбался и кинул прокуренным голосом. Стой на стреме. Если кто из училок объявится, дай знать. Че у них уже произошло? И я встал на углу, переполненную самыми разными мыслями и чувствами. В закутке позади Ромка переговаривался с пятиклассником. Мальчик едва не хныкал, что-то доказывая, но Ромка гнул свою линию. За бористо броняйся, а Бяша лишь изредка подгавкивал. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали давай! Ну, хоть без драк. Товарищи вышли из-за кутка. Лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки? Ого! Он твой? Уже твой, наверное. Ромка безразлично тряхнул черным чудом техники с раскладной вспышкой. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Ну, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. Обалдеть. А мне он, честно говоря, в хер не впился. Парню было жалко, но все плохие мысли растворялись при взгляде на желанную камеру. Мы, наверное, что-то сможем на нее снять. Я же его представил, как понравился бы Оле Поларой. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель компании. А там ее пока не знаем. О, новый задник. Ура! Мы стоили в темноте у спортзала. Ребята начали потирать костяшки, глядя на выходящих из раздевалки. Мальчик! Мальчиков? Я не понял, это что за голубая вечеринка? Мальчики. Наконец-то бяжет только пальцем в кого-то из столбы. Вот того, видимо. А что с ним делать? Деньги вытряхивать? Денег нет? Ромка опасно залыбался и кидал прокуренным голосом. Стой на стрёме. И если кто из училок объявится, дай знать. Как мы знаем, в школе лишь одна училка для тебя помогла. Давай, давай. Ты нам должен... Да, да. Ну, как я и сказал, денег нет просто. Понимаете, денег нет на Макдонс. Так, с кого бы трясти. Я встал на углу и переполнен самыми разными мыслями и чувствами. Ничего, я не должен. Ты че не понял? На закутке позади Ромка переговорился с пятиклассиком. Ребята, у вас школе такое было? У нас нет. Может тебя на щечек поставить, а? У шлепок майонезный. У шлепок майонезный. Салат, блин, майонезный. Мальчики два не хныка, что-то доказывают. Но Ромка гнул свою линию. Забориста бронясь, а бяж или с изредка подгавкивал? Уходил бы меня папа за то, что я связался с ними. Я думаю, нет. Потому что, как я понимаю, папа сам был связан с такими ребятами. И что-то пошло не так. Все, вали давай. Интересно посмотреть, что будет, если выбрать другие выборы. То есть, мне кажется, вот именно в третьем эпизоде и далее эти выборы будут иметь значение. Обычно во всех играх с выборами третий эпизод является таким решающим. То есть, уже как бы первый эпизод там обычно какие-то фуфлыжные выборы. Там просто такие выборы, которые влияют на то, что происходит здесь сейчас. Во втором эпизоде обычно уже выборы поинтереснее. И закладывается уже как бы контент на третий эпизод. В третьем эпизоде идет отыгрыш второго. В четвертом, когда как, бывает такой уже проходной эпизод, где просто идет развитие сюжета без особых выборов. Ну, я рассказываю, как-то обычно бывает в играх с эпизодами. А вот в пятый эпизод такая кульминация, где у талантовых разрабов все выборы начинают отыгрываться в полной мере. Либо, либо в пятом эпизоде идет такое, что типа, ну, в концовках отыгрывают свои выборы, либо ты понимаешь, что все твои выборы фуфло. Ладно, давай дальше. Товарищи вышли из-за кутка. Лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки. Болароид. Он твой? Ну, очевидно, что нет. Ромка безразлична ихнула в черном. Что-то тебе, где склад мой вспышкой? Ну да, тери, тери, вот. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Ну, говорит, нет у него велосипеда. А че еще, говорит? Ну, ты расплатился фотиком. Ммм, фотик. А мне он, честно говоря, в хер не впился. О, мне можно? Я буду фоткать этих, а я зайчиком буду фоткать в лесу. Парня было жалко, но все плохие мысли сварились при взгляде на желанную кинокамеру. Мы шагали картинно, будто герои какого-то криминального фильма. Словно только мы втроем обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель компании. Мы затаились в темноте у спортзала, а ребята начали потирать костяшки, глядя на выходящих из растевалки мальчиков. Наконец Бяш откнул пальцем в кого-то из толпы. Вон этот лох! Че там такое? Ромка опасно заулыбался и кинул прокуренным голосом. Стой на стреме, и если кто из училок объявится, дай знать. О-о-о, начинается. Гляди в тетереглатно. Давай, давай. Я встал на углу, переполненный самыми разными мыслями и чувствами. Ничего я не должен. Ничего я не должен. О-о-о, блин, они булят, чувака. В закутке позади Ромка переговаривался с пятиклассником. Мальчик едва не хныкал. Но, но... Что-то доказывая, но Ромка гнул свою линию, забористо бронясь, а Бяша лишь изредка подгавкивал. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали давай. Товарищи вышли из-за кутка. О-о-о, лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки. Ого, полароид. Он твой? Ага. Ромка безразлично тряхнул черным чудом техники с раскладной вспышкой. Блин, крутая штука вообще. Атмосферная такая, кстати. Терь мой. Мне один должник велик торчал за свой гнилой базар. Ну, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. А мне он, честно говоря, и в хер не впился. Угу. Парню было жалко, но все плохие мысли растворялись при взгляде на желанную камеру. Я живо представил, как понравился бы Оле Поларо.